МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Этот счётчик установили за 100 дней до открытия Азиады. Такой есть в Астане и в Алматы. Он стоит десятки тысяч долларов. Отсчёт сейчас уже не идёт. Устройство решили оставить как символ успешности Азиады. Как утверждают организаторы, такие счётчики работают в основном на репутацию страны. Нужный имидж Казахстану седьмые зимние азиатские игры создали. Как это было? Травмы, рекорды, награды, затраты. Расскажем в следующем репортаже. Вспоминая подготовку к Азиаде, особой строкой нужно отметить эстафету Олимпийского огня. Спортивное пламя из Эль-Кувейта прилетело в Алматы и дальше прошлось по крупным городам Казахстана. Это было красиво, масштабно и в первый раз. Факел успел согреть каждого в нашей стране. Вот он, тот самый факел. Приятно холодит руку, потому что уже без огня свою, можно сказать, торжественную миссию он выполнил успешно и теперь это уже реликвия. Его передадут в музей Астаны. Ведь за всю историю зимних азиатских игр не было ни разу такой масштабной эстафеты. Можно сказать, что Олимпийское пламя начало обходить города с Казахстана и теперь остальные страны просто обязаны перехватить подобную эстафету. Эстафета финишировала. И вот оно, главное событие Азиады – торжественное открытие. На стадионе Астана-арена почти 30 тысяч зрителей, 6 тысяч актеров и, конечно же, те, ради кого все это затевалось. Лучшие спортсмены со всего континента. Сразу после грандиозного старта начались соревнования. Копилкой у Казахстана появились первые медали. Лыжница Ольга Новикова открыла звездный счет. А вот знаменитая Елена Хрусталева во время тренировок утверждает, что в сборной уже есть спортсмены, которые могут попросту перехватить ее медаль. То, чтобы составить мне конкуренцию, они составят конкуренцию другим спортсменам. Китайцам, корейцам, японцам. И это, наоборот, даже замечательно. И у нас эстафета усиливается. Так и получилось. Хрусталева за свой первый финиш на Азиаде получила серебро. Разозлилась и уже на следующей гонке пришла первой. Казахстан, Ольга! Ольга, Казахстан! Каждой минутой трасса все становилось мягче, мягче. Но, тем не менее, все равно работалось хорошо. Скольжение намного лучше, чем вчера. И это радует. Потому что 15 километров – это очень тяжелая гонка. И если еще трасса тяжелая, то вообще жить не хочется иногда во время гонки. Дальше медали просто посыпались. Спортивное ориентирование, биатлон, горные лыжи. Похоже, к алматинским высотам иностранные спортсмены были просто не готовы. Стены там помогают свои. Свои трассы. Мы здесь все знаем, каждую кочечку готовы. Непривычными для азиатских спортсменов были не только горы и трассы. К примеру, корейцы прилетели в Алматы и мечтали о нормальной, по их меркам, еде. Европейская пища пришлась не по вкусу, хотелось остренького. Но это лишь подогревало азарт. Корея заняла запланированное на Азиаде третье место. Конечно, некоторые наши сильные спортсмены не смогли приехать. Например, олимпийская чемпионка Ким Юна готовится к чемпионату мира, который пройдет в марте. Но, думаю, в тройку лидеров спортсмены нашей страны войдут. А первое место займет страна, организатор игр – Казахстан. Зарубежные эксперты ожидали победу Казахстана на Азиаде. Возможно, наши спортсмены относились к играм более серьезно. Кто-то даже вышел на тренировки, что называется, с корабля на бал, с роддома на спортплощадку. Думаю, что такой состав Казахстан выставил, что они победили. Только поэтому, потому что это спорт. И тем более в таких там видах, как, допустим, конькобежный, там, или где-то в таких спорах. Но это очевидно. Это очевидно. Почему, допустим, победил Денис Тенда? Потому что он просто был сильнее. Вот и все. У нас не бывает такого, что это как-то получилось. Самый юный, но знаменитый чемпион Белой Азиады – это 17-летний Денис Тен. Почти в одиночку защищал республику по фигурному катанию. Таких мастеров мы тренируем за рубежом, потому что в Казахстане совсем не те условия. Я очень надеюсь, что и соревнования проведут на высоком уровне, что все будут довольны. И поэтому, так сказать, хочется показать и себя, и страну, и вообще все вместе взятое с наилучшей стороны. Он получил золото. Все восхищались, болели за него. Но мало кто знает, что Денис Тен выступал с серьезной травмой. Медаль он зарабатывал, преодолевая боль. Сейчас я уже могу открыто сказать, что на этих соревнованиях я выступал с очень неприятной травмой. И вообще мое выступление до последнего момента было под сомнением. Поэтому, когда я катал успешно короткую программу, это просто один из лучших дней в моей жизни. Потому что это именно был тот сладкий момент, когда человек умеет преодолевать себя. И я был очень счастлив от этого. Поэтому я бы хотел поблагодарить врача сборной Казахстана по шартреку Йон Хуаян, которая просто мне очень помогла, и без нее я был просто не вышел на лег. С травмами пришлось бороться и с журналистом. За кадром Азиады остались моменты, когда преодолевая боль и обиду, комментаторы пытались рассказать об Азиаде всей стране. Местами пришлось сталкиваться с плохой организацией. Вот на этих кадрах видно, что телевизионщикам из Петропавловска не дают записать интервью. А некоторые акулы-пира, даже приехав в Астану и Алматы, столкнулись с халатностью. Им создали условия, в которых просто невозможно работать. Вы видели, где сидят журналисты в Адварце Скорта? Сзади ворот. Самые дешевые места. Даже экран с мониторами не видят. Ну как журналистам работать в таких условиях? Некоторые организаторские ляпы даже пролезли в прямой эфир. Торжественное открытие Азиады комментировали, как выяснилось, не совсем корректно. Зрителям это не понравилось. Министры и сейчас все казахстанцы, все казаки собирались всегда вокруг Астархана у большого котла. Спецэффекты поражают глаз. С образом ласточки связывают светлые признаменования. Я сама лично видела, как два дня подряд приезжали сюда машины скорой помощи. Так, на всякий случай. Потому что они видят, что режиссер-постановщик не спит. Ну что-то же должно с ним было произойти. Но, к сожалению, ничего не произошло. И все же торжественное открытие, что называется без комментариев, шикарное шоу оценили по достоинству и казахстанские, и иностранные зрители. Такое шоу сделала команда Игоря Крутого. Готовились они почти два года. На организацию потрачено 35 миллионов долларов. Говоря о затратах, можно привести данные от вице-министра туризма и спорта Талгата Ермигияева. Он буквально вчера на пресс-конференции озвучил заветные цифры. Оказывается, на организацию всей Азиады Казахстан потратил больше полутора миллиардов долларов. В этой сумме расходы на строительство объектов, затраты церемонии открытия и закрытия, а также организация прямого вещания на все азиатские страны. Что же касается спорта, как подтвердили многие зарубежные наблюдатели, Казахстан на седьмых азиатских зимних играх выставил действительно сильную команду. Наши спортсмены били рекорды, обыгрывали своих азиатских коллег, иногда даже с результатом 35-0. Пользу Казахстана. Которые страны участвуют, они тоже хотят развиваться, расти. Это их право, их включили в состав турнира. Так что наша задача выходить и играть против любой команды, какая бы она слабая или сильная ни была. Минимум золотых казахстанские спортсмены заработали по фигурному катанию, прыжкам с трамплина, в конькобежном спорте и по бенде. Здесь у страны по одной золотой медали. Дали в списке хоккей. И мужская, и женская команда стали чемпионами Азии и выиграли по одной золотой медали. В горнолыжном спорте золотых наград три, по фристайлу четыре. На одну награду больше, то есть пять золотых медалей, в биатлоне. В лыжных гонках золото завоевали шесть раз. А самый рекордный результат по спортивному ориентированию на лыжах. Здесь, в казахстанской сборной, целых восемь золотых наград. Такой результат уже называют «золотым снегопадом». 70 медалей, 32 из них золотые. За таким успехом наблюдал и глава государства. Сразу после закрытия Нурзултан Назарбаев встретился с чемпионами и пообещал их наградить. Золотых медалей в объеме 10 тысяч, серебряных 5 тысяч, бронзовых 3 тысячи долларов, конечно. Этого никогда не делалось раньше. Я думаю, вы это... Символ казахстанского успеха. Медали, изготовлены нацбанком. Разыгрывалось 69 комплектов. Наша сборная получила целых 70 медалей. Борсенок Ирби – еще один символ прошедшей Азиады. Родился в Алматы, а дальше постепенно начал появляться и в других городах Казахстана. А многие спорят о выражении его глаз, утверждая, что они то ли веселые, то ли грустные. Также гадают о его материальном положении, утверждая, что Борсенок – миллиардер. И этим самым символизирует огромные затраты организаторов Азиады. Но так или иначе, Борсенок, подобно олимпийскому мишке, должен остаться в памяти многих болельщиков и зрителей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА